Украинские власти сделали не все, чтобы должным образом отреагировать на новый виток политических репрессий в Крыму. Так считает глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Когда стало известно о возбуждении уголовного дела о блокаде, целой серии одновременных убысков у людей и на предприятиях, связанных с хозяином АТР Ленуром Ислямовым, и о заочном аресте самого Чубарова на полуострове, государство должно было организовать превентивное отключение электроэнергии оккупантам, считает он. Глава Меджлиса крымско-татарского народа напомнил всем о том, что написала после обыска экзамген-директора канала АТР известный журналист Лилия Буджурова, как ей пришлось везти пожилую мать в туалет сквозь строй автоматчиков, как спрашивала ее восьмилетняя внучка Ева, будут ли в них стрелять. Ради всех патриотов Украины власти страны должны объявить о превентивной мере отключения электричества на 2-3 дня и вынесении на обсуждение вопроса о правах человека в Крыму, подчеркнул Рифат Чубаров. Для меня очень часто моральные аспекты, не меньше, а, возможно, в некоторой мере, они важнышими, чем экономические и побутовые. Лиля Буджурова и много других людей, которые там остались, это высокопрофессиональные, высокопатриотические люди, которые остались на этой земле. И в тот момент, когда для того, чтобы их защитить, мы не только не можем применить эти инструменты, но мы в этот момент, напротив, еще посиливаем оккупантов. Постачание электроэнергии – это кабинеты урядовцев, это военные штабы, это зенитно-ракетные комплексы, которые спрямованы против нас. Россия действительно может принять симметричные меры, поскольку энергосистемы стран связаны друг с другом, говорят эксперты. Но украинский инструмент Астрия считает Чубаров. Поскольку касается вопроса функционирования оккупационной власти и войск РФ, он отметил, что 2 ноября разговаривал с президентом Украины об отмене закона о свободной экономической зоне. Работа по подготовке такого проекта ведется, но камнем преткновения стал вопрос отключения электричества. Глава Меджлиса отметил, его необходимо решить, иначе за это возьмутся люди. Что касается требований от органов власти, Рифат Чубаров огласил и еще одно. Участники блокады настаивают на том, чтобы кабин как можно скорее вышел с предложением КООН о введении эмбарго в отношении России. Ведь не секрет, что северо-восточный сосед с Нового года может принять такую же меру относительно Украины. Великая уверенность, я думаю, 99% с 1 сентября 2016 года. Россия оголосит нам продовольче эмбарго. Россия это сделает. Россия перестанет покупать наши сельско-господарские продовольчие товары. Это все это основное, что завозилося до Крима. То есть, осталось буквально 1,5-2 месяца. Это она делает из-за того, что с 1 сентября вступает в дею экономическая часть Ассоциации с ЕС. Почему мы не можем раньше, чем они, сделать и показать, что бывает, когда сделать эмбарго? Глава Меджлиса призывает власти Украины сделать все возможное, чтобы показать Аксенову и Кремлю, что страна умеет защищать своих людей. Продолжение следует...